Забор, колючая проволока и неприметная будка внутри. Так выглядит стационарный пункт мониторинга на территории 9-й гуру больницы. Место выбрано на 7 ветрах. Так по технологии и положено, чтобы знать с какой стороны налетели ветры злые с сероводородом, угарным газом и частицами пыли размером в 2,5 микрона. Одновременно аппаратура этого поста регистрирует 9 вредных компонентов. Основную работу выполняют автоматические газоанализаторы. Прибор из двух блоков состоит. Это для измерения соединения азота, аммиак, оксид азота, диоксид азота. Это газоанализатор для регистрации соединений серы, диоксид серы и сероводород. И для регистрации оксида углерода, угарного газа. И еще один газоанализатор – это на формальдегид. Пробы берутся каждые 20 минут в автоматическом режиме. Всего за день выходят 72. Чтобы получить дополнительные параметры, к машинному анализу подключают ручной. На высоте полутора метров находятся специальные окошки для ручного взятия проб. Расположены они с четырех сторон здания, чтобы анализ можно было брать с подветренной. Информация с приборов поступает в компьютер в систему регистрации данных. Оттуда – на сервер Центра экологического мониторинга. Далее мы эту информацию анализируем и также автоматически передаем в Министерство экологии. В случае выявления превышения в любое время суток Министерство экологии уже принимает решение. Или подключает в прокуратуру, в природнадзор, или своих инспекторов отправляет. Сейчас в Челябинске работают восемь стационарных постов Росгидромета, один – Роспотребнадзора и еще три – Центра экологического мониторинга. До конца года откроется еще шесть. Но это нужно не нам, конечно же, это нужно населению прежде всего. Населению, чтобы люди понимали, что у нас происходит с мониторингом атмосферного воздуха. Тема крайне важная, я бы даже сказал, болезненная. И у нас, на мой взгляд, недостаточной информации о том, вообще как все устроено, как все работает. Как это работает, инициативным горожанам демонстрируют еще и на примере передвижной лаборатории. Сегодня автомобиль с умной начинкой припаркован около кузнечно-прессового завода, в зоне влияния выбросов. Вот, скажем, здесь, например, в добавлении к тем веществам, которые исследуют наши газонализаторы, например, вручную добавляется еще отбор проб, например, нафториды. К слову, результаты мониторинга не находятся под грифом «секретно». Их публикуют на сайте областного Минэкологии. Доступность информации из постов прописана в экологическом стандарте Челябинской области. Сейчас его разрабатывают по поручению губернатора.